Клетки доски размером 11 на 11 раскрашены в шарпатном порядке. При этом белых клеток на доске больше, чем черных. Это, понятно, такая раскраска, при которой в углах белые клетки. На черных клетках стоят 11 ладей. Докажите, что какие-то две из них обязательно бьют тут. Доска размером 11 на 11 раскрашена в шарпатном порядке в два цвета. Так, что угловые клетки белые. Белых клеток больше, чем черных. Поставить только на черные поля. Докажите, что обязательно две, что может быть больше, но какие-то две точки найдутся, бьют друг друга. Если ладей 11, значит, когда каждая была в горизонтальном уровне, ровно одна ладья. Есть строчки, в которых белых клеток 6, а черных 5. Ну и что? Надо доказать, что обязательно будут бьют друг друга. Есть строчки, в которых 5 черных и 6 белых. Да, и что? Таких строчек 6. И что? В каждой строчке по одной ладье должно быть. Да, и что? Поэтому если посмотреть на столбцы, их всего 5. Да. А на эти 6 строчек должно быть 6 столбцов, а не 5. Белая строчка? Да. Состоит из 11 клеток, да. И черных. Черная? Да, да, 5 черных. Их строчек 6? Да, конечно. Через одну? Да. В каждой из таких строчек по одной ладье есть. Из-за того, что всего строчек 11, в каждой строчке есть ладье. Да. Теперь вытянулись в таких строчек. Таких строчек 6 штук, да. 6, в случае ладь. Да, да, да. Ну, теперь ладь будет 6 только за черных плеск. Молодец, это правильно. А черных плеск? Все, 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 да. Решение, на самом деле, вот эти стрелочки для ясности, поставлю их номера. 2, 4, 6, 8 и 10 столбцы. Номера строчек. 1, 3, 5, 7, 9 и 1. Смотрите, что говорит Коля. Что в этих 6 строках, все очень важно, 6 строчек. Вот, видно, строчек с нечетными номерами. В этих 6 строчках по одной ладье. То есть, если ладьи не бьют друг друга, то в каждой строке ровно одна ладья. В каждой из 6 строк находится ровно одна ладья, чтобы ладьи не бьют друг друга. Но при этом пересечения, это в точности черные поля. Если ладья попала в одну из этих 6 строк, то она обязательно находится в одном из этих 5 столбцов. Но, господа, в 5 столбцах могут стоять только 5, а не могут стоять и 6. Замечательно, понятное решение. Я хотел другое решение вам рассказывать. Не обращать особого внимания на конкретику этих вот строк столбцов. А сказать так, когда мы берем таблицу размером 11 на 11, то пронумеруем все столбцы подряд, не обращая внимания на то, нечетные, черные. И пронумеруем строчки. Что такое черное поле? Вот это черное поле, это черное поле, это. Здесь вот 1, 2, здесь 1, 2, здесь 1, 4, 1, 6. Черное поле это то, у которого сумма номера строки и столбца не черная. Видишь, черные поля соответствуют тому, что сумма номеров строки и столбца не черная. Замечательно, если мы поставили 11 ладей и они не бьют друг друга, то мы на самом деле поставили по одной ладе в каждый столбец и мы поставили по одной ладе в каждую столбцу. А теперь берем и у каждой ладе выписываем номер строки и номер столбца. У первой ладе строка столбец, у второго строка столбец, у одиннадцатой строка столбец. Когда мы все это сложим, то на самом деле у нас по одному разу войдут всевозможные номера столбцов и у нас по одному разу войдут всевозможные номера строк. То есть ответ будет, разумеется, черный. Ответ будет черный. Два может натреть. А с другой стороны, когда вы берете, у каждой ладе считаете, получаете нечетный ответ. А сумма 11 нечетных чисел нечетная. То есть получается, что вот это черное число на самом деле должно равняться сумме 11 нечетных чисел. Разумеется, такая сумма нечетная. Два способа решения разные. Мне, пожалуй, даже более нравится, чем мое. Посмотреть на эти выделенные пять столбцов и шесть строчек, это, пожалуй, в чем-то даже понятнее, чем то, как я сказал. Но то, как я сказал, это тоже такое стандартное решение. Во многих задачах получается найти противоречие, если вы двумя способами посчитаете какую-то величину. Вот в этой задаче мы двумя способами посчитали сумму номеров столбцов и строк каждой ладе.